Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Дюфрейн Дюфрейн Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума. Смотрите, Бог уже дал нам, уже дал нам силу или власть, помазание. Он уже дал нам любовь, Его любовь. И Он уже дал нам здравый ум. Это часть нашего наследия во Христе. И нам нужно научиться правильно обращаться с тем, чем Бог благословил нас. Научиться правильно обращаться со здравым умом. Аминь. Мы рассматривали Римлянам 8.1, где сказано. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Это описывает нас. Мы живем по духу. Мы позволяем нашему духу руководить нами. Жизни Божьей, которая внутри нас, Божьим способностям. Знаете ли вы, что жить по духу – это позволять девяти плодам духа доминировать над вами? Это позволять всему, чем Бог благословил вас в вашем духе, доминировать над вами. Вот что такое хождение в духе. Просто позволить своему духу лидировать, не давая плоти, брать инициативу, доминировать и руководить вами. И также этот стих говорит тем, кто рожден свыше, что нет ныне никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Отсюда мы знаем, что Бог не использует осуждение. Осуждение – это не Божий поток. Оно не имеет ничего общего с тем, как движется Бог. Осуждение – враг веры. Потому что осуждение калечит веру, мешает ей работать. Осуждение – это чувство неудачи, чувство стыда, чувство сожаления, чувство, что я не такой, как надо. Оно указывает на слабости, недостатки и неудачи. Бог так не поступает. Бог поднимает нас Своим словом. Оступаемся ли мы иногда? Да. Но когда мы оступаемся, наш собственный дух обличает нас в этом, потому что в нашем духе жизнь Божья, природа Божья. И когда мы идем против этой природы, когда мы идем против этой жизни, эта жизнь внутри нас обличает нас. Наш собственный дух обличает нас. Однако, когда он обличает нас, мы знаем, как это исправить. Я больше не буду так говорить, я больше не буду так поступать, я больше не пойду туда. Идя против жизни, которая в нас, мы переживаем обличение. Мне не следовало так поступать, я больше не буду так делать, я каюсь в этом, Отец. И при этом нет никакого осуждения. Обличение вас поднимает. А осуждение указывает на то, что вы делаете не так, не давая вам никакого выхода. Оно лишает вас надежды, что что-либо когда-либо будет лучше. Вот почему у людей, живущих под чувством осуждения, нет радости, нет мира. Мир и радость находятся внутри них, но осуждение увело их от потока мира и радости. Оно лишило их этого потока. И видно, когда кто-то находится под чувством осуждения, в большей или меньшей мере. Человек может быть под огромным осуждением или носить в себе его отголоски. Но в любом случае оно не принадлежит верующему. И Бог сказал, когда оно должно закончиться. И так нет ныне никакого осуждения. Ныне – это крайний срок окончания осуждения. Больше никакого осуждения сейчас. Вот что такое иметь здравый ум – не допускать осуждения. Вот что такое обновлять свой ум. Здравый ум принадлежит нам во Христе. И потому нам нужно обновлять свой ум словом. Аминь. Жизнь под чувством вины, осуждения, стыда, сожаления лишает веры. Уводит от здравого ума, принадлежащего нам во Христе. Аминь. Нам нужно жить согласно здравому уму. То есть, когда приходит чувство осуждения, когда клеветник напоминает о наших слабостях, недостатках, неудачах, прошлых промахах, о том, что мы не сделали того, что должны были, нам нужно поступать согласно обновленному уму, отвечая, «Я не поддамся этому. Кровь Иисуса, кровь Иисуса очищает меня от всего этого». Аминь. Обновленный ум держится за то, что совершено кровью. Обновленный ум держится за то, что совершено словом. Обновленный ум держится за то, кем вы являетесь во Христе, а не кто вы по плоти. Осуждение процветает за счет того, кто вы по плоти. Но мы не живем по плоти. Что написано? Мы не ходим по плоти. Суть не в том, кто мы по плоти, а в том, кто мы во Христе. Аминь. Дьявол старается направить нас в поток осуждения, потому что знает, что ему не справиться с кровью. Как только вы исповедались, вы омыты. Кровь омыла каждого верующего при рождении свыше, но если вы оступаетесь уже, будучи рожденными свыше, все, что вам нужно сделать, это быстро покаяться. И кровь омоет вас, как будто этого никогда не было. Кровь все восстанавливает так, словно вы никогда не оступались. Вот в какое положение вас приводит его кровь, как будто вы никогда не оступались. Как бы вы жили, если бы вы никогда не оступались? О чем бы вы верили Богу, если бы вы жили так, словно никогда не оступались благодаря его крови? Как бы вы жили? Я вам скажу, у нас было бы гораздо больше дерзновения. мы смелее брали бы благословение. А осуждение парализует руку веры. Человек собирается использовать свою веру, чтобы взять что-то для Бога, а дьявол напоминает ему его промахи, и он отступает. Осуждение – враг веры. Осуждение лишит вас чуда. Оно лишит вас исцеления. Оно лишит вас потока процветания. Теперь я хочу, чтобы мы вернулись к первому Иоанна, 1-9, которое мы рассматривали в предыдущем эпизоде. Там сказано, «Если исповедуем грехи наши», и это написано христианам. Знаете, вы не могли бы вспомнить все грехи, совершенные перед рождением свыше, и исповедать их. И не нужно исповедовать все когда-либо совершенные грехи, чтобы родиться свыше. Библия говорит, что «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот что нужно сделать – призвать имя Господа. Вы никогда не смогли бы вспомнить каждый грех, чтобы исповедать его. Поэтому, говоря «если исповедуем грехи наши», Иоанн не обращается к неспасенным людям, которые и не смогут исповедать все свои грехи, о них все не помнят. Говоря «если исповедуем грехи наши», Иоанн обращается к христианам. «Исповедуйтесь Богу». «Боже, я оступился». Как только вы оступились, тут же остановитесь и скажите, «Отец, я оступился, мне не следовало этого делать». «Будьте скоры на покаяние, так вы не откроете дверь врагу». Двери открываются, когда мы не торопимся каяться, потому что грех открывает дверь для врага. Мы не возвращаемся под проклятие, но мы даем место дьяволу. «Христос искупил нас от проклятия закона, но в Ефесянам 4,27 Павел сказал, «И не давайте место дьяволу». Греша, оступаясь, мы даем место дьяволу. Но, каясь как можно быстрее, мы закрываем дверь для врага. Аминь. С этим грехом покончено, он омыт и очищен. Итак, в 1 Иоанна 1,9 сказано, «Если исповедуем грехи наши», посмотрите, здесь есть условия, «если исповедуем». Если, поступив неправильно, мы делаем вид, что не сделали ничего плохого, мы вредим своему общению с Богом. Но если мы исповедуем свои грехи, позвольте вам сказать, «Чтобы иметь сильную веру, признавайте свои проступки, берите за них ответственность. В смысле, не перекладывайте вину на кого-то другого». Вот что я имею в виду. Скажите, «Знаете что, я был неправ, я не должен был так поступать». Это зрелая реакция на промах. «Я не должен был так поступать, это моя ошибка, я не должен был этого делать, Отец, я каюсь». И в итоге у вас будет сильная вера. Покаяние – поступок сильного человека. Понимаете? Покаяние – поступок сильного человека. Признание ошибок не делает вас слабыми. Нужно быть сильным, крепким внутри, чтобы сказать, «Знаете что, мне не следовало этого делать, я оступился. Я прошу вас простить меня, я прошу Бога простить меня». Вот как ведет себя сильный человек. Слабый перекладывает вину на кого-то другого. Если исповедуем грехи наши, он, будучи верен, посмотрите, он верен. Мы выполнили свою часть, и теперь он выполнит свою. Он верен и праведен. И что он сделает? Он простит нам грехи наши. Более того, он очистит нас от всякой неправды. «Очистит бесследно». Больше никаких воспоминаний об этом, никакого стыда, никакой вины, никакой. Потому что вы очищены, чисты, и нет никаких признаков того, что что-то было. Аминь? Аминь. По причине времени мы не будем повторно читать эти стихи. «Я бы с удовольствием, но так я в итоге использую все свое время, эпизод за эпизодом». В Марка 11, 23-24, Иисус говорит нам замечательные истины о том, что совершает вера. В 23-м стихе, по сути, сказано «Говорите с вещами, и они будут вам повиноваться. Скажите горе, и она уйдет». А в 24-м «Все, чего бы вы ни пожелали, когда молитесь, верьте, что получаете». То есть сказано, как получить исполнение желаний. В 25-м же стихе сказано «Прощайте, если что, имеете на кого». Посмотрите. «Прощайте, если что, имеете на кого-либо». Это очень важно, потому что иногда мы быстро прощаем других, но не быстро прощаем себя. По правде говоря, я более склонна держаться за то, что я сделала не так, чем за то, что сделал кто-то другой. Я отказываюсь держать непрощение кому-либо. Я просто отказываюсь. Я принимаю это решение еще до того, как кто-то обидит меня. Я не жду, пока кто-то меня обидит, чтобы решить, простить или нет. Я решаю простить еще до того, как кто-то причинит мне зло. Почему? Потому что прощение – это решение, а не чувство. Ну, я просто не чувствую, что могу простить их. Так прекратите идти на поводу у чувств. Решите простить. Решите. Итак, мне приходилось работать вот над чем. Я склонна быстро прощать и выбираю быстро прощать других. Но иногда мне было сложно простить себя. Почему? Потому что я живу с собой, как и вы живете с собой. Вы знаете свои недостатки, изъяны, слабости. То, что мы служители, не означает, что у нас меньше плоти. Нам точно так же нужно усмирять свою плоть, как и вам. Вам известно, где вы склонны спотыкаться, грешить, оступаться. Вы знакомы с собой больше, чем кто-либо другой. И если вы искренни, вы честны с самими собой. Так? Так что вам нужно научиться умело применять 1 Иоанна 1, 9. Верить в это и исполнять. Если я исповедую свой грех, Бог верен и праведен. Он прощает и очищает меня. Не прощая себя, мы сомневаемся в том, что Он простил нас. Если бы вы действительно верили, что Бог простил вас, вы не держали бы зла на самих себя. Нам нужно быть исполнителями слова. Прощайте, если что, имеете на кого. Нужно прощать, чтобы вера работала. И хорошо прощать других, но также нужно быстро прощать себя. Быстро прощать себя не значит давать себе поблажки. Попустительствовать себе. Или несерьезно относиться к своему греху. Мы не относимся к греху несерьезно. Настолько, что мы каемся в нем, осознавая его вред. Послушайте, грех стоил Иисусу всего. Мы не относимся к этому беспечно. Я пытаюсь правильно это сформулировать. Мы не легкомысленны. Оступившись, мы говорим, «Отец, я каюсь, я оступился, а не дерзим. Знаешь, Бог прощает меня, так что ты обязан меня простить». Такое дерзкое отношение неуместно. Ведь грех стоил Иисусу всего. И мы не относимся к этому легкомысленно. Мы относимся к этому трезво. Однако мы не попадаем под чувство вины и стыда. Потому что его кровь заплатила за это цену. И мы почитаем его кровь. Почитайте его кровь, а не то, что вы сделали неправильно. Почитайте кровь. Чему вы уделяете внимание, то вы и чтите. Не сосредотачивайте свое внимание на прошлом, на своих промахах и ошибках. Не оказывайте им такую честь. Оказывайте честь крови, которая достаточно велика, чтобы омыть и очистить вас. Аминь. И как я уже говорила, прощение – это решение. Это не чувство. Это то, что вы решаете сделать. Мы прощаем других, основываясь на решении исполнять Слово. Вы скажете, ну, если они покаются, я прощу их. А что, если они никогда не покаются? Что, если обидчик никогда не придет к вам и не покается? Не ждите у моря погоды. Знаете ли вы, что Иисус простил нас еще до того, как мы покаялись? Простил. Аминь. Так действует прощение. Аминь. Вы же знаете, что прощение обидчиков важнее для вас самих, чем для них. Потому что непрощение мешает вашей вере работать. Вам нужно прощать быстро, 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 чтобы ваша вера тут же работала. Аминь. Но нужно так же быстро прощать себя. Как я уже говорила, не относиться несерьезно к проступкам, но при этом и быстро прощать себя. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, 1 Иоанна 4. 1 Иоанна 4. Я хочу привести еще одну иллюстрацию того, что прощение – это решение, а не чувство. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь об одной драгоценной женщине. Я познакомилась с ее жизнью через старые видеозаписи, телепередач с ее участием. Ее звали Кори Тен Бум. Она родом из Голландии, и во время Второй мировой войны она и члены ее семьи укрывали у себя евреев. Когда об этом узнали, их арестовали и отправили в концентрационный лагерь. Ее отец, ее брат и она с сестрой – все четверо были арестованы. Отец умер уже в первые дни в тюрьме. Ему было за 80 или около того, он был пожилым. А Кори Тен Бум с сестрой оказались в одном бараке в концлагере. Сестра была намного слабее Кори. Их принуждали к тяжелым работам, и поскольку сестра не справлялась с объемом и интенсивностью работ, не производила тех результатов, которых от нее требовали, ее за это жестоко избили. Кори Тен Бум видела, как избивали ее сестру. «Только представьте, как ужасно такое видеть!» И в конечном итоге ее сестра умерла в этом концлагере. Буквально через пару недель после смерти сестры саму Кори Тен Бум вызвали в администрацию лагеря, и она не знала почему. Когда она туда пришла, ей выдали бумаги и сказали «Вы свободны!» и просто выставили за дверь. Ей было за пятьдесят в то время, а неделю спустя в лагере убили всех ее ровесниц. То есть она была избавлена оттуда за неделю до того, как все ее ровесницы были убиты. Итак, ее отпустили посреди Германии, не предоставив никакой помощи. Она была отпущена из лагеря в чужой стране с подорванным здоровьем, и она с огромными трудностями добралась до своей родины. Она пробыла в заключении десять месяцев, включая четыре месяца в одиночной камере тюрьмы. Итак, физически ее здоровье было подорвано, и она еле-еле добралась до своей страны. Там медсестры в приграничной больнице приняли и выходили ее. Позже, выполняя Божье поручение, она проповедовала Евангелие по всему миру. Это было так драгоценно. Она ездила по тюрьмам и по церквам по всему миру со следующим посланием. Насколько бы глубока ни была ваша тьма, Бог глубже. И для вас есть избавление и помощь. Его любовь к вам глубже, чем все, что против вас. Однажды она служила в одной церкви. Она проповедовала, сделала призыв к покаянию, люди спаслись. И затем она стояла у выхода вместе с пастором, пожимая руки и прощаясь с людьми, выходящими из здания. И тут к ней подошел мужчина с лицом мокрым от слез. Она видела, что на нем сила Божья. Он был так благословлен Божьим присутствием. И он сказал, сестра, спасибо вам большое за вашу проповедь. Я так вам благодарен. Я рожден свыше. Я принял Иисуса. Он мой спаситель. Она посмотрела на него и поняла, он мне кажется знакомым. Откуда я его знаю? И тут ее осенило, что это один из охранников лагеря, жестоко обращавшихся с ее сестрой. И внезапно чувство ненависти, не из ее духа, а из ее плоти, чувство ненависти нахлынуло на нее. Он протянул руку для рукопожатия, а она была просто переполнена чувством ненависти. И она сказала, Иисус, всем, что я чувствую и переживаю, я не хочу его прощать, но я выбираю. Я выбираю позволить любви, которая во мне, простить его. Что она сделала? Видите ли, вы можете поддаться либо плоти, либо духу. Это выбор. И руководствуясь чувствами, вы поддадитесь не тому, что нужно. Она сказала, Иисус, я выбираю простить, поэтому я готова, чтобы ты простил его через меня. И тут же та любовь, которая в ней была, а если вы рождены свыше, эта любовь в вас, вам не нужно об этом молиться, она в вас. И Кори сдалась этой любви посредством решения, а не чувств, посредством выбора. И та любовь, что была внутри нее, поднялась. Это был такой наплыв любви. Она текла могучим потоком. И Кори больше не испытывала к этому человеку никаких злых чувств. Никаких. Потому что эта любовь все вымыла. То, чему она сдалась, возобладала над тем, что она чувствовала. Она рассказывала, что теперь смотрела на него с любовью. Человеческая любовь на это не способна. Только Божья любовь, которой человек сдался. Она выбрала, она сделала выбор. И она протянула руку, сказав, «Брат, я так рада, что мы семья». Она не говорила с ним о том, что он сделал. Почему? Потому что, когда кто-то прощен, мы неуполномочены напоминать ему о прошлом. Аминь. Это настоящая сильная картина величия прощающей Божьей любви. Аминь. 1 Иоанна 4, 16. Пожалуйста, прочитайте со мной. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Посмотрите на эти слова. «Мы познали любовь и уверовали в нее». Как часто мы верим осуждению? Как часто мы верим стыду, вине, сожалениям? Верим неправильным вещам. Обновленный ум выбирает верить в то, во что Бог говорит верить, в любовь. Я верю, что Он достаточно любит меня, чтобы простить, чтобы очистить меня. И не спешите верить обвинениям. Вы скажете, «Но я и правда все это сделал». Мы не говорим о том, что вы сделали. Мы говорим о том, что Его любовь сделала для вас, а не о том, что вы сделали неправильно. Уверуйте в любовь. Так возлюбил Бог мир, что Он что? Отдал. Любовь побудила Его вам что-то отдать. Что? Он отдал вам Своего Сына. Он отдал вам кровь Своего Сына. Аминь. «Уверуйте в любовь». Возможно, вам трудно это сделать. Бывает, люди годами живут со своими угрызениями совести, сожалениями, стыдом, смущением. Все это проистекает из осуждения. И бывает, люди настолько долго находятся в этом, что они уже умственно окопались и увязли в этой яме осуждения и вины. Применяйте Писание. Например, Римлянам 8.1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе». Говорите это. Исповедуйте это над своей жизнью. «Отвечайте мыслям вины, стыда, осуждения». «Отвечайте также этим стихом». «Я познал и уверовал в любовь, которую имеет Бог ко мне». Ко мне. Ко мне. Я не буду быстро верить обвинениям. Я буду быстро верить любви и тому, что любовь совершила для меня. Аминь. Прекратите верить врагу, который ненавидит вас. Верьте Отцу, который любит вас. Так ведет себя обновленный ум. Здравый ум. Так мыслит здравый ум. Верьте. Как только я исповедую свой грех, Бог верен и праведен, чтобы простить меня и очистить меня. Я верю в это. Я не буду в этом сомневаться. Не прощая себя, мы сомневаемся в этом. Не прощая себя, мы не верим в любовь. Аминь. Нам нужно с этим разобраться. Разобраться. Чтобы не лишаться веры и общения с Богом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...